Девушки отдыхают 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 мертвая тишина. Никто не поверил бы, что в нем около тысячи человек. Солнце ярко освещало место, где проходила селекция. Счастливец, получивших право на временную жизнь, было очень мало. Из 400 девушек 320 были обречены на гибель. Они шли вдоль нашего барака Нагишом, съежившиеся, почти уже невменяемые, шли подгоняемые лагер Капо, такой же, как они заключенный. Шли, освещенные ярким солнцем, в блок смерти. Шли матери с дочерьми, шла сестра кого-то из оставшихся в лагере, шли чьи-то подруги. Не укладывалось в голове, что так недавно у каждой из них были родители, дом, она была здорова, носила, может быть, шелковые платья, жила в Салониках или в Амстердаме. Были среди них работницы, студентки, врачи и даже дамы из общества. Не умещалось в голове, до чего может быть доведен человек. Эти обезображенные тела, эти торчащие кости, эти отвислые груди, гноящиеся нарывы, все это люди, измученные люди, которых сейчас, здесь, в эту минуту, лишат жизни. Блок 25, это блок смерти. Туда сваливали человеческий лом после селекции. Блок этот уже не получал пайка, это был как бы зал ожидания перед крематорием. Еще долго по всему лагерю неслись из этого блока стоны. Мама, пить, пить дайте, умираю, пить. Ни одна из нас не приблизилась к блоку смерти. Ни одна не подала воды. У нас ее и так не было, но если бы даже нашлась, никто не решился бы отнести воду ей, чужой, греческой еврейке. Ведь все равно она умрет через минуту, через час. Этими словами мы заглушали в себе зов долга перед ближним, но раздирающие душу крики не давали нам покоя. Нельзя было слышать их, они проникали в сердце, в мозг. По окончании лагеря Шперре мы вышли из своего блока. Из 25-го через решетку к нам тянулись руки обреченных. От них невозможно было никуда скрыться, невозможно было не слышать мольбу, долетающую оттуда. Боже, дайте пить. За что? Почему я должна умереть? Наступили сумерки. Вспыхнула цепь лампочек на проволочной ограде. Как загипнотизированная, глядела я на блок смерти. Я видела только эти руки, умоляющие, беззащитные, невинные руки. На какое-то мгновение они неподвижно застывали, а потом медленно сжимались в грозные, угрожающие кулаки. Ну, на самом деле, какая ситуация? Ну, вот Антон там это все читал, смотрел миллион фильмов и интересовался. Интересовался, он как-то так захлеб рассказывал, когда мы ехали. Про многие вещи я узнал впервые, посмотрели мы с ним фильм документальный, который меня немножко, ну, не то что расстроил, сколько, блин, ошарашил, потому что, ну, я думал, что все намного проще. Например, я не понимал, что, к примеру, когда циклоном Б людей травили, ну, в газовых камерах, это занимало 15-20 минут. И достаточно большое количество людей в этой маленькой комнате, ну, когда начали это рассказывать и показывать это воочию, ну, вот как ты стоишь и ты понимаешь, что это просто полный кипец. Или, например, ты подходишь, а там вот такая вот такая фигня, комната и полкомнаты занимает там две тонны волос, которые срезали, потом из них делали там подушки, всякие там вязали. Ну, две тонны волос это такой зал большой, огромный, огромный. А есть сколько там вообще? Миллион сто, они по официальным данным. Миллион сто евреев, а всего полтора миллиона людей. И это ж только в этом Аушвице, в Асвенциме, да? В Аушвице и Беркинау в двух. Асвенцим, да. Ну, Асвенцим состоит лагерь из двух лагерей. Аушвиц, это переименовали Асвенцим, и Беркинау, это второй. Аушвиц это был такой более культурный для журналистов, что там люди это самое. Да, это немцы переименовали Асвенцим, как нам рассказывали, им так проще было его произносить. А Беркинау это такой конюшни, деревянные бараки, ну там чуть-чуть каменных бараков, кирпичных. Но посреди поля размер там нереально огромный, просто территория. И просто скотские условия, ну прикинь, допустим, как электричка в метро, вот такого размера эти бараки, ну может чуть больше, там, я не знаю, процентов на 30. И в ней 700 человек живо. Вагон в метро. Ну, вагон в метро, один, не электричка, а вагон в метро. Вот, как один вагон в метро, там 700 человек жило. 700. В три этажа спали, то есть кто-то спал на земле, кто-то спал там на втором этаже, кто-то на третьем. На досках, на головах, ну такое. 700 человек, окна закрыты, не открываются, днем в жару 700 человек живут. Там, в общем-то, жили, жили, просто вот годами жили, многие годами, многие умирали раньше. Там вот такие, знаешь, идешь коридор, фотографий, куча, ну и там написано, дата рождения, дата поступления и дата смерти. Ну, когда они поступили, вот некоторые несколько дней выдерживали там, некоторые несколько месяцев, но были люди, которые с первого дня и до конца все это прошли. Я вообще не представляю, как. И вот на самом деле, оно как-то, там такие вещи... Да, быт, конечно, это, ну, это дрова. Особенно, знаешь, там впечатляло, когда еще в этом Ваушвице, ты заходишь, ну, к примеру, обуви вот так вот тоже, там, несколько тонн обуви просто. Ну, детская, детская, взрослая, там, разная. Вообще, все, что связано с детьми, как бы оставило впечатление самое... Ну, в самом деле, вот эти, ну, знаешь, как обувь вызвало, это первое, то такое, что я увидел, что меня впечатлило. Ну, это инсталяция или это настоящая? Нет, это настоящая. Все настоящая, обувь, все настоящая. Все настоящая, обувь, посуды, горы. Там такая энергетика бешеная была вообще сумасшедшая. Единственное, я же говорю, когда мы зашли вот этот вот барак, который не отреставрированный, а именно вот, ну, все в нетронутом виде практически осталось. Не, не в деревянной как раз, в деревянной был отреставрированный, а кирпичный, он же, она же сказала, что, говорит, этот, мы отреставрировали, детский, да. Детский, детский парак. И я вот туда зашел, и я чувствую, что пипец, у меня, знаешь, так, ладони похолодели от этого всего. И так, представь, у нас там было, там, 30 человек в этом бараке, и дышать было нечем. Я, представляешь, 700. Было плюс 33 градуса. Я думаю, что тут бывает. И, как бы, такая температура может днем держаться, там, месяцами, наверное, летом. Когда 700 человек, ну, короче, что тут обсуждать? Короче, мучили людей очень сильно. И самое сильное впечатление именно вот у меня с детьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok